всем привет вот я просто хочу обратить ваше внимание что есть четкий явный признак того что вы где-то застряли вот какой-то из сфер жизни до в какой-то теме в жизни вы застряли всегда этот признак тяжело игнорировать интересно вам да это на самом деле все знаете вы все просто вы почему-то привыкли возможно эти признаки считать нормой ну то что происходит пусть она происходит так как она происходит но вот смотрите бывает так что например что-то вас напрягает да то есть вы ходили ходили на работу все было нормально да более-менее хорошо все было а потом бац и у вас началось какое-то хроническое напряжение там да то есть вы ходите у вас все время вас что-то начинает напрягать вы можете в теле это переживать как какое-то напряжение как какой-то стресс да вот ну иначе говоря вот уходите вы куда-то и все время чувствуете что то с чем вы соприкасаетесь вот это вот область да или какая-то какое-то окружение да какие-то люди вот вы все время общаетесь вы чувствуете все время она вас ре стимулирует то есть все время вызывает какая-то какой-то боль да какое-то неудовлетворение вот если это появляется не разово а вот так перманентно у вас да вот вы начали общаться с каким-то человеком общались общались вроде нормально было а потом бац и это общение оно какое-то уже напряженное совсем стало да или ходили общались с какой-то группой людей вот общались общались все шло нормально потом как-то напряжено все стало да вот этот признак того что все стало напряжено да того что уже какое-то напряжение как какой-то постоянный стресс возникает в этой области это означает всегда то что вы пропустили оптимальный момент чтобы уйти отсюда то есть вы застряли это есть вот признак того что мы где-то застреваем и это может быть связано с чем угодно с работой с отношениями с людьми с местом где угодно то есть как только вы чувствуете что вам где-то все время плохо 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 это значит первый признак того что наверное вот задайтесь этим вопросом может я застрял здесь может мне нужно двигаться дальше может мой поток жизненной силы хочет как-то двигаться дальше и что-то вас подавляет здесь сковывает просто такая небольшая трансляция чтобы обратить ваше внимание вот можете взять там свои ключевые сферы и просто посмотреть так честно посмотреть о чем меня уже давно хронически напрягает вы пишите это честно вот здесь главное признаться себе нет вот в этом плане о том о чем я говорю никакой разницы нету что женщина что мужчина мы не не рождены чтобы все время проживать в стрессе иногда стрессы бывают иногда стресс даже полезен какая-то такая взбучка да то есть что-то такое ну как бы нас встряхивает да а вообще вы вообще имейте ввиду вообще конечно путь мужчины путь женщины отличается и путь каждого мужчины и каждой женщины отличаются нет одинаковых двух путей абсолютно мы все разные и этот путь он совершенно индивидуальный абсолютно индивидуальный но вам вот вы смотрите я вам сейчас рассказываю какую-то фишку полю до фишку полю какой посмотри на свою жизнь найди какую-то область где где ты постоянно плохо себя чувствуешь да где ты постоянно находишься под каким-то либо внутренним рестимулированием либо каким-то внешним подавлением посмотри туда посмотри задайте вопрос какого хрена я в этом не продолжаю быть ну вот я же вижу очевидно что что-то портит мою жизнь снова и снова если очень плохо чувствую в каких-то отношениях или в какой-то деятельности какого хрена этом делаю задайте себе этот вопрос какого хрена я делаю в том что меня снова и снова рестимулирует здесь очень часто срабатывает просто непонимание такая надежда но может это пройдет знаете то есть мы сами себя начинаем уговаривать ну может это пройдет может это временно надо потерпеть надо там подождать и добиться цели да ничего что сейчас херово ничего что уже два месяца херово зато вот эта цель которую я получу потом она стоит того чтобы мне было сейчас херово вот я обращаю просто ваше внимание это всегда самообман это всегда самообман если вам где-то херово это просто вы уже пропустили место где вам нужно было отсюда отвалить и вот если вы посмотрите там как живут многие мои коллеги да вот по бизнесу там многие современные люди они очень подвижные обратите внимание те же самые новые богатые до много путешествий много изменений да почему это происходит потому что у них как раз хорошо с пониманием вот этой темы которую я вам говорю если что-то стало как бы отыгранным процессом то есть многие люди они дорастают до такого понимания осознания что ну жизнь это все-таки игра да мы при приходим получать разные интересные опыт если как-то я застрял в каком-то неинтересном напрягающим стрессовом опыте который все время меня как-то лишает качества жизни и все время я как бы порабощен чем-то но это признак просто понимаете это просто признак что ты как раз здесь не свободен ты сам себя обманываешь а есть люди и это движение она как бы набирает обороты все больше и больше которые предпочитают жить свободно предпочитают вовремя задать себе этот вопрос блин какого хрена какого хрена я сижу вот в этом нудном не интересном напрягающим стрессе до каком-то постоянном неужели я обречен на такую жизнь неужели и кто меня обрек кто меня обрек на эту жизнь разве кто-то виноват вокруг да кто-то вокруг эти люди которые меня заставили жить вот так как я живу летом я все-таки выбираю то есть я по привычке выбираю то что выбирал долго и продолжаю выбирать продолжаю с этим соглашаться продолжая поддерживать это или все-таки то есть я тварь дрожащие или право имею знаете вот этот классический вопрос как бы я что ли тварь дрожащая чё должен ползать человек должен ползать если хочется летать но хочется же летать да вот поэтому важно себе задать все эти вопросы задавать их как можно чаще я чего вот ползать рожден или все-таки где-то глубоко внутри чувствую что мне хочется летать хочется какого-то полета хочется легкости какой-то да какой-то неискованности жизни чтобы были какие-то возможности было больше общения да больше каких-то позитивных людей вокруг высокотонных ну вот если я начну вам эти все задавать вопросы все все вы ответы знаете вы все это прекрасно знаете что вы хотите общаться с людьми более позитивными более какими-то интересными для вас до резонирующими с вами но вопрос только заключается в том почему вы выбираете другое чему вы по привычке вот в эту инерцию все время выбирайте снова поддерживаете да этот маховик который запущен давно в вашей жизни чего вы его снова и снова толкаете и толкаете вы понимаете он же перестанет крутиться если вы его продолжите толкать вот по привычке уже сам перестанет какой-то момент крутиться поэтому еще один месседж вам послание такое до сегодня посмотрите на свои ключевые сферы жизни просто изучите вникните рассмотрите что там вас постоянно напрягает что вызывает стресс и задайте себе вопрос какого хера какого хрена я все время сам с этим соглашаюсь и поддерживаю неужели я жертва неужели я вот такой вот как бы ползающее существо которое прав не имеет никаких и почему я вынужден как бы соглашаться с этим и снова и снова может вам действительно может у вас оказывается есть право не соглашаться с этим а вы просто его не используете понимаете просто забыли что у вас есть такое право как-то жить ну в более высоком тоне выбирать то что вам резонирует выбирать какие-то интересные новые из истории вашей жизни отказываюсь от отношений которые не укладываются в нормы отказываюсь от отношений которые не укладываются в нормы наоборот если очень нормальные отношения какие-то слишком нормальные вот их надо избегать понимаешь здесь слишком у тебя какие-то нормальные отношения как у всех вот и вот это вот как бы постоянный стресс мучения как бы откажись лучше от этого попробуй ну естественно не резко по чуть-чуть это все по градиенту постепенно происходит переосмысливая переосмысливая знаешь как бы начинай думать как бы в новую сторону если ты пока не можешь себя из прошлого выдернуть до депрограммировать как бы начинай хотя бы смотреть в новую сторону возьми вот тот остаток осознанности до 100 остаток как бы разумности которые у тебя есть и вот это вот свободное внимание и просто направь его в новую область в область которой тянется твоя душа откуда у тебя тянется твой интерес искренний да вот вот обрати внимание на что ты на что ты смотришь что ты вот в жизни других людей подмечаешь только не какие-то материальные ценности вот не знаю наслушала свет теперь игнорирую все что неправильно до многого мы наслушались многого во многое поверили но главный критерий только один ты вообще как чувак или чувиха ты вообще как сейчас как ты себя чувствуешь как твои дела на самом деле как твое настроение в каком настроении ты просыпаешься каком настроении ты живешь как ты проживаешь свою жизнь можно ли это назвать полетом да если у тебя много хорошего настроением понятно что идеалы недостижимы идеалы никогда не будет все хорошо не будет только приятное настроение разные бывают состояния но в целом обрати внимание в целом ты как живешь то как прогнозировать новые виды деятельности и как выбирать если ум прогнозирует негативный опыт перестать вот этим прогнозом негативным уделять особое значение ты не знаешь вот мы об этом почему много и говорим в моих перископ трансляциях да ты не знаешь как будет никто не знает как будет знаешь ты не знаешь как будет а узнаешь ты как будет только через опыт свой через эксперимент поэтому мысли как говорится позитивно да если у тебя есть какие-то негативные визуализации просто осознавай боюсь жить неправильно а ты сейчас правильно живешь но для тебя вот ты посмотри не не по общим правилам а для тебя ты правильно живешь правильно для тебя это как это лучше ты страдаешь мучаешься скованно несчастно подавлено живешь это правильно так нет и все знаешь ты все прекрасно знаешь ты все прекрасно знаешь, поэтому уходишь на эти перископ трансляции. Ты знаешь прекрасно свои подлинные свободы, свои подлинные какие-то там состояния, ты это все прекрасно знаешь. Просто оно сейчас завалилось, забылось, затерлось, стало все привычно, вот сложилось, как сложилось, и ты теперь скучаешь. Ты просто скучаешь по былым временам, когда ты была с крылышками, когда ты порхала по жизни. Ты скучаешь по этому, понимаешь, но никто за тебя не придет и с тебя вот эти все цепи не снимет. Для чего вообще не разберешься ты? Нету, понимаешь, нету никакого смысла жизни. Вот еще же Фрейд сказал, да, что если человек начал искать смысл жизни, это первый признак, что он психически нездоров. Понимаешь? Смысл жизни в том, чтобы жить, жить. Но вопрос другой, как жить? Когда ты начинаешь проживать чужую жизнь, вот тебе там подавили, как-то там, ты во что-то поверила, что тебе мешает жить, иначе говоря, да, то есть мешает жить качественно, интересно, свободно. Ты поверила вам в какие-то вот эти вещи. И ты фактически видишь, что ты подавлена. Вот отсюда весь поиск смысла жизни. Понимаешь? Потому что есть диссонанс между твоим внутренним состоянием, внутренним подлинным состоянием и между теми фактами, в которых ты проживаешь. Я просто обращаю твое внимание, что тебе важно как бы сонастроить свою жизнь, то есть свою реальность внешнюю с твоей подлинной внутренней реальностью, с твоими чувствами, с твоими реальными интересами, способностями, да. То есть вот нужно, чтобы твоя внешняя реальность отражала просто твое внутреннее глубинное состояние. Сейчас между этим глубинным состоянием и твоей внешней реальностью стоит ум. Этот ум, он привычно сложился, он поверил в какие-то глупости. И вот сейчас твоя жизнь как бы попала в беду, условно говорю. Вот. То есть твоя жизнь запрограммирована, подавлена, какая-то инертная, привычная стала. Это все состояние ума просто. Просто состояние ума. И обрати внимание, что если какая-то область стала застрявшей, подавленной, тупой какой-то, много стресса, не радует тебя. Никто тебя там не держит. Вот поверь мне, пожалуйста, ни один человек тебя не держит в этой области. Единственный человек, который тебя там держит, это ты сама. Или ты сам. Да? То есть никто тебя не держит там. Просто вот привычно, комфортно. Так, сейчас я подключу. У меня тут телефон сейчас разрядится. Подключу питание. Вот. Понимаешь? То есть никто не стоит за штурвалом твоей жизни, кроме тебя. Никто. Там никого нет. Это твои выборы, твои. Ты каждый раз, например, у тебя нелюбимая работа, да? Ты утром просыпаешься, и ты принимаешь все-таки решение пойти туда. У тебя даже бывает процесс ломки, тебе так не хочется туда идти. Но ты все равно себя заставляешь, берешь там в охапку и тащишь на эту нелюбимую работу. Кто еще это решает? Никто не решает. А боишься изменений, потому что кажется, кажется, что если ты все это отпустишь, то ничего хорошего, нового не произойдет. Понимаешь? А тебе не надо мотивировать. Тебе не надо мотивировать себя чем-то заниматься. Эта мотивация важна, чтобы была естественной. Вот я веду перископы не потому, что мне надо там, знаешь, разогреваться 15 минут перед перископом, чтобы, блин, набрать какую-то мотивацию провести эту трансляцию. Нет, я чувствую какое-то вдохновение, у меня возникает какое-то понимание, какая-то идея, которую я хочу поделиться. Я просто включаю и вещаю. Все. Понимаешь? Я не занимаюсь тем, к чему мне надо искать какую-то искусственную мотивацию. А то же самое со всем другим. Если я с кем-то общаюсь, то общаюсь с человеком, с которым мне хорошо. Если мне как-то напряженно с ним начинает быть, ну не общаюсь я с ним. Ну если хочется быть рядом с мужем, ну и заниматься домом, ну делай это. Это и есть, вот это и есть то, что называется страдание. Хочу одно искренне, а живу в другом совершенно. Понимаешь? Диссонанс, нецелостность. То есть внутри-то одно, на душе одно, а в жизни другое. Другого страдания нету. Надо работать. Кто тебе сказал, что тебе надо работать? Тебе вообще, вот послушай меня, вот если ты глубоко пойдешь в это и начнешь там разбираться, ты постепенно поймешь, тебе вообще ничего не надо. Ты вообще никому ничего не должна и не обязана. Вообще, это все ложь. Ты можешь все, что важно, все, что интересно, все, что ты хочешь делать, без всякого надо, должен, обязан. Этого достаточно, этого всегда достаточно. И когда ты это проживаешь, твоя жизнь интересная, наполненная, радостная. Но самый, конечно, самый сложный момент – это переходный этап этот. Переосмыслить, понять все эти моменты, о которых я говорю. Укорениться в новой системе ценностей. И постепенно расшатать все, что неудачно, скажем так, привычно, инертно сложилось в твоей жизни. И в чем ты постоянно себя обнаруживаешь застрявшей, подавленной, несчастной. Понимаешь? То есть вот эти все подавленные вещи, все свободные люди к этому приходят. Рано или поздно происходит такое осознание, что, блин, ну а чего же я сам-то себе жизнь порчу, цепляюсь за эти вещи, которые меня давят, которые меня мучат. И это все просто игра ума, исключительно игра ума. То есть как только ты начинаешь смотреть на то, на что я тебе предлагаю посмотреть, и пересмотреть что-то, ты в первую очередь сталкиваешься с самооправданиями, то есть с жесткими программами, с жесткой зазомбированностью именно в уме, в твоем. И ты сама себе начинаешь объяснять, почему нельзя, почему нельзя жить свободно, почему нельзя поменять что-то, почему нельзя что-то пересмотреть, почему нельзя что-то расфиксировать. Всё это просто исключительно инерция ума и ничего больше. Просто инерционные вещи, привычные самооправдания, привычная гнилая система ценностей. Вот все эти вещи, за которые люди держатся и из-за этого страдают. Поэтому я, проводник в жизни по душе, я вам объясняю, что выход из этого измерения в измерение более свободное, оно происходит всегда через переосмысление, понимание этих новых вещей. И потихонечку внедрение, то есть эксперименты, внедрение нового. Лучшее чувствование себя, всё лучше прислушиваешься к себе, откапываешь свою интуицию, свои подлинные чувства, подлинные интересы, подлинный отклик какой-то, разбираешься в своём дизайне. В своём внутреннем авторитете опять заново восстанавливаешь связь со своим внутренним «хочу-не хочу», «моё-не моё», «интересно-неинтересно». И в какой-то момент, с какого-то момента всё сильнее начинаешь жить вот именно из этого честного отклика, честного измерения правды, собственной правды. А мне как вообще? Мне вообще это по душе или не по душе? Если это мне не по душе, мне не надо искать самооправдание, почему я занимаюсь тем, что мне не по душе. Мне надо увидеть и осознать, как я сам себя или сама себя удерживаю в том, что мне не по душе. Как вот происходит, какой ментальный процесс, который меня в этом-то удерживает. То есть, что мне в моём уме мешает жить так, как я чувствую, как мне искренне, да? Что мне мешает? Вот эти вещи важно постепенно рассматривать, определять, обнаруживать, как бы, да? И пересматривать, переосмысливать, отказываться. Менять своё мышление в каком-то смысле. Ну, вот такая была трансляция. На этом буду завершать. Я вам напоминаю, что не стесняйтесь, я доступен в ВКонтакте, если у вас какие-то вопросы есть личные, в Скайпе я есть. То есть, если действительно вы с чем-то не разобрались, стесняйтесь, например, в Перископ трансляции задать этот вопрос, пишите в личку, и как-то индивидуально можно будет посмотреть на вашу ситуацию. Что ж, на этом всё. На следующий Перископ трансляции. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...